Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, понятно, что это не металлические системы, топологическое понятие, оно связано с тем, что рассматриваются специфические свойства зонного спектра или электронного спектра. То есть в данном случае топология связана, это понятие связано с поведением электронных зон, то есть с обратным пространством. Это не прямой пространство, как обычно, мы имеем решетку там и так далее, и так далее. Это просто сводится к анализу электронных спекторов, к их специфическим характеристикам, законы электронного спектра или дисперсии ЕФК. Я расскажу, несмотря на название, недавнее, так сказать, достижение в физике и науке о материалах магнитных и топологических изоляторов. Я не только магнитных начну с более, так сказать, приземленного, не то что периода, уровня, просто сначала в топологических изоляторах. Работа выполнялась на самом деле огромным количеством людей. В качестве просто типичного примера я могу привести следующее. Вот где-то 19 декабря в выпуске «Нэйч» выйдет наша статья, которая включает в себя более 30 соавторов. Более 30 соавторов. Это означает, что там большой авторский коллектив. Работа была выполнена, начиная буквально с того, что были выращены материалы, которые до этого, так сказать, с большим трудом только одной группой когда-то были выращены. Работа – это две группы. Одна в Германии, в Дрездене, так называемая группа, которая состояла и состоит из людей, которые пришли из МГУ и там сейчас работают. Другая группа – это Баку, которая из дома занималась подобными материалами, и то есть две группы из разных совершенно мест, из разных, сколько, поворачивали материалы. Дальше происходило жестирование материалов, как кристаллическая структура этих материалов, магнитная структура, потому что это были антифермагнетики, но это нужно было показать и доказать, что это антифермагнетики. показать, какая критическая температура, то есть лейлерская температура существует в этих материалах, то есть дать полную характеристику магнитных свойств, магнитной структуры. Затем охарактеризовать эти вещи на уровне электронной структуры. А электронная структура, как вы увидите дальше, это очень важный, самый важный фактор для того, чтобы говорить о том, что материалы являются топологическими или нет. И, соответственно, если они являются топологическими, это означает, что мы можем рассматривать, ага, каковы перспективы, где можно использовать эти материалы и какие свойства могут быть очень полезными для создания новых приборов. Так скажем, я работаю в целом и живу в Сан-Себастьяне, это страна Басков на севере Испании, Бискайский залив, Сан-Себастьян находится 16 километров, приблизительно 17 километров от границы с Францией. В общем, баски и города Кемска, они баски, отстаивают свою самобытность и так далее. Сейчас они отстаивают самобытность такими нормальными, гражданскими, цивилизованными методами. Но было когда-то время, когда-то была террористическая организация такая, которая, ну, это объективный, на самом деле, процесс, который во времена Франко возник, когда Франко душил все, что было там за нами, не было там Баски, Каталонцы, Галицейцы, ну, все, кто угодно. Поэтому это была одна из реакций, но потом это цивилизовали, цивилизовали, то есть признали этих людей, которые в этой партии, как с политической партией все исчезло. Самое главное, если подходить ко всему с умом и принимать в внимание интересы других тоже людей, то всегда можно какого-то разумного решения достичь. Теперь, здесь это только небольшая часть соавторов, которых я здесь показываю. Большая часть соавторов здесь, скажем, не показана. Это люди из многих других стран. Поэтому здесь список соавторов, поскольку мы работаем здесь где-то в этой области порядка 10 лет, то, естественно, здесь очень много соавторов. Работы достаточно сложные. Здесь есть одна тенденция. Я извиняюсь за некую философию, но эта философия отражает реальность того, что происходит. Если, скажем, раньше, где-то лет 30-40-50 назад, какая-то тема развивалась, то развивалась на преимущество в рамках одной лаборатории. Представьте себе, что, как я говорил о нашей статье, одной из последних статей, где-то 30 средних соавторов, представьте себе, что вы бы захотели сделать в рамках только одной лаборатории. Для этого вы должны были бы иметь специалистов по выращиванию материалов, то есть профессионалы химиков. Химики выращивают самые разные материалы. И вам нужно было бы найти профессионал именно в этой узкой области выращивания материалов, конкретных материалов. Это одно. Второе, вам нужно было бы проводить ремиорно-структурный анализ. Опять нужны специалисты. Магнитный анализ, какая структура. Затем транспортные свойства. Опять вы не найдете в рамках одной лаборатории такое количество сотрудников-специалистов, которые бы на очень высоком профессиональном уровне могли бы сделать такую работу. Сейчас это возможно, но для этого нужно... Люди из разных групп, из разных лабораторий, из разных стран объединяются, чтобы решить как можно быстрее и эффективнее вот такую-то проблему. И очень часто здесь все происходит на уровне научных интересов. То есть у каждой лаборатории, у каждой стороны есть свои проекты, но мы объединяемся, объединяемся на основе интересов, научных интересов. И это позволяет, это позволяет действительно решать проблему. И довольно быстро. Когда-то, когда возникла тема топологических изоляторов, передо мной, это где-то было 10 лет назад, возник вопрос. Что делать? Продолжать заниматься только теорией, или все-таки попытаться решать задачи в более глобальном виде, объединяя усилия как экспериментаторов, так и теоретиков? Если мы будем заниматься только теорией, то тогда, посылая статью, например, «Физгал-эролитес», возможно просто на взлете конкуренты отстреливать, и вместо того, чтобы опубликать несколько статьев, вы можете опубликать, но, может быть, одну вам дадут возможность опубликать, но итог такой жесткой, в очень жесткой борьбе. Вот с этой статьей нынче два рецидента нас пинали, мы их пробили. Не потому, что мы пробили, что мы такие хитрецы, а потому, что это были люди, которые из конкурентных соображений пытались убить нашу статью. Но, слава Богу, имея опыт, который мы имеем, и так же понимая, что мы правы, в конце концов мы решили эту проблему. Поэтому возникла задача, как пытаться работать вместе с экспериментаторами и так далее. Окей, я тогда, находясь в Сан-Себастьяне, я позвонил в Москву, в институт Байква, там была раньше лаборатория экспериментатора, которая занималась выращиванием материалов, которые гонились на то, чтобы быть топологическим изолятором. Ну, окей, оказывается, у них девушка была, которая работала лабораторией, она ушла на пенсию. Все, что же вы, ребята, ну, хотя бы дали их обучение каких-то молодых, которые бы научились. Пожалуйста, я по телефону с ними разговариваю, ребята, вы из рук из своих золота выпустили. Ну, пришлось мне позвонить в Баку, договориться с людьми из Баку, они мгновенно откликнулись и стали выращивать эти материалы. И мы тут же в 10-м году опубликали на эту тему совместно теоретически, экспериментально, договорились с экспериментаторами в Японии, чтобы они не смиряли, и тут же опубликовали на эту тему порядка двух до трех статей физиковой реверсии. В общем, потом пошло это разбавство очень подшим этапом. Это была некая предыстория, которая говорит о том, что желательно сотрудничать. Если вы хотите что-то получить, не сидите вот в своем таком узком мире, далеко вы не уйдете. Кому-то это нравится, наверное, но если вы хотите решать серьезные большие проблемы, объединяйтесь по интересам, ищите партнеров и так далее. Тогда вы будете выигрышем, выигрышем так же, как ваши партнеры. Теперь здесь я буду пытаться рассказать о трехмерных и двумгарных топологических изоляторах, о том, об изоляторах, о материалах, которые существуют в природе, и которые являются естественными топологическими зарядными природами. Потом выращенные в лабораториях, это то, что делают люди с химическим уклоном, то есть с химики по образованию, материалы, которые они выращивают конкретно в лабораториях. Затем то, что называется, я не знаю, как лучше здесь, какое использование, какое слово использование, инженеры, то есть сконструированное, то есть гетероструктуры, создание гетероструктуры из материалов. Ну, химики тоже это могут делать, но физикам это, наверное, лучше удается, например, используя молекулярную лучевую эпитаксию. Вы можете выстраивать довольно сложные гетероструктуры, которых химики не в состоянии получить химическими методами. Затем я, вам сказать, перейду к двумерным ток-изоляторам. Это если двумерный ток-изолятор, это означает еще изолятор, как его называют, с квантом, с эффектом пола материала. И затем перейду к магнитным ток-изоляторам, двумерным, трехмерным. Я опять скажу, какие способы существуют для того, чтобы создавать не только технические, наиболее эффективные магнитные ток-изоляторы, но и по физике, по сути дела, какие системы могут быть, магнитные системы могут быть, наиболее эффективными ток-изоляторами. Затем несколько слов по конкурентам аномального эффекта Холла в этих системах и в антихер-Холл, в антихеромагнитных ток-изоляторах. Ну, здесь я буквально вкратце показываю то, что где-то на эту тему за прошедшее время, только на эту тему, было опубликовано порядка 15 статей физикал-режета, 25 письмов ЖЭТ, где-то порядка 44 физикал-режетов. Я не показываю другие журналы и так далее, где количество статей было меньше. Не 10, 15, 20, а 1, 2, 3, 5, 7, что-то вроде. Что такое топологический изолятор? Топологический изолятор – это действительно специфическое состояние, квантовое состояние материала. на самом деле это узкозонный, как правило, узкозонный полупроводник. И почему узкозонный, это легко понять, будет даже понятно, по той простой причине, что основой топологического поведения материала, топологического характера электронной структуры этого материала является спиноорбитальным взаимодействием. И спиноорбитальное взаимодействие, что очень важно, должно, если у нас есть некий изолятор, неважно, полупроводник или настоящий изолятор, шириной щели, порядка двух репрогов, то роль спиноорбитального взаимодействия заключается в том, чтобы края запрещенной щели инвертировать. Если у вас будет очень широкозонный изолятор, два электронной вольта, один электронной вольт, запрещенной щели, электронной вольт, то спиноорбита не в состоянии это сделать. Она для этого слишком слаба. Но если у вас есть щель порядка 100 милилитронной вольт, 200, 300, 400 милилитронной вольт, то спиноорбита в зависимости от материала способна сделать это. Ее мощность и хватит на то, чтобы инвертировать края запрещенной щели. Далее. Окей. Это полупроводник, узкозонный полупроводник. Второе. На поверхности такого полупроводника появляется, благодаря экологической структуре, появляется специфическое состояние, которое покрывает эту объемную щель. Это состояние с линейным спектром, в точке, я покажу дальше, в точке, где эти две полосы перекрещиваются, называется обычным раковским конусом. Ну, что, классификация таких материалов, а такие материалы обладают, скажем, так, обращаем, они, соответствуют симметрии, или в них присутствует симметрия обращения в имя, и свойства классификации, так называемые, ZEN2. То есть, если кому-то интересуют детали, я могу дать там, скажем, ссылки, сказать, что и как, так что это вполне можно будет потом, кому это, если это интересно, обсудить. И, как я вам уже говорил, что, вот такая специфическая электронная поверхностная структура этих материалов, определяется, иск поверхностная, означает, у вас на поверхности вот этот тормоз, определяется исключительно объемным, специфическим характером объемного электронного спектра. То есть, это есть результат, вот такое поверхностное структура, результат объемной электронной структуры. И вот такое поведение материала делает, эти самые материалы, очень важны для многих применений, для транспорта, без диссипационного транспорта, на краю, например, тонких плен. Без диссипационное, это означает, как сверхпроводимость, у вас нет ращения, у вас идет ток, который не тратится, ну, нет ращения, значит, нет, как бы сказать, перевода энергии, электрической энергии, в тепловую энергию. У вас, эти вещи, происходят без потери энергии. Один из примеров, вот здесь я показываю, естественно, это логический изолятор, а один из примеров, это вот такие материалы, которые вы найдете в природе, свинец, лисмудалт, лур, два серого и так далее. Это нормальный природный материал, вот вам, в природе минералы, такие существуют, можно их и найти, и использовать. Вот здесь приведены просто электронные спектры. Что означают у себя эти электронные спектры? Вот это проекция объемно-электронной структуры. Штука проекция объемно-электронной структуры. У вас есть трехмерный материал, у вас есть трехмерно-обратная решетка, трехмерная зона бриллианна, и вы вот этот электронный спектр проектируете на двумерную зону бриллиана. Двумерная зона бриллианна соответствует по левности. Вот по левности у вас обладает двумерную санкционную симметрию, двумерная зона бриллиана, и из трехмерной зоны бриллиана вы весь спектр проектируете вот на эту двумерную зону бриллиана. Это все вот эти темные регионы, они отражают, в них включены объемные состояния. Вот эти все светлые белые ревюмы, это там, где объемных состояний нет. Это так называемая локальная щель, там объемных состояний нет. Вот это фундаментальная щель, то есть это полупроводник. Но зато появляется вот это состояние, не ракетское, где линейный спектр вблизи точки пересечения. То есть, иными словами, у нас появляются два, в одном материале, который ограничен, полуограничен материалом, у нас появляются два состояния вещества. Одно это объем, это полупроводник, другое это поверхность металлической системы. Когда-то, достаточно много лет, когда мы занимались, в лет 80-х годах занимались в деревьях, ворппланер, он был, скажем, экспериментатором, фотомиссией занимался, был в Пенсильване, в университете работал, такой, ну, нормальный, очень хороший профессионал был, но как-то, по-видимому, что-то не поделил, он был достаточно прямым человеком, что-то не поделился ректором, пришлось ему оттуда уйти. То есть, по-видимому, ректор тоже оказался относительно прямым человеком, не знаю. И он в Бокринскую лабораторию уехал, и потом там работал до сих пор. Я не буду уходить садись с его фамилией. И вот у него была мечта. Берелье был таким, что он почти как полупроводник в объеме, у него была низкая плотность состояния на уровне сфер в объеме, полуметал почти, но на поверхности у него было мощное химическое состояние. Химическое не в смысле вот диракетский конус, а вот такое параметрическое поверхность на сцене. И оно давало огромную вкладку на состояние, на поверхности. И вот он все, о, как замечательно все. Он занимался берегием, у нас были очень такие теплые отношения по многим вопросам. Вот эта мечта его реализовалась в топологических изоляторах, когда мы имеем действительно чисто 20-ти вещества. Объем полупроводник, поверхность металла. Ну вот, здесь целый ряд материалов есть. То есть теперь можно перейти к так называемым материалам, выращенных химиками в лабораториях. Одними из них являются традиционные и наиболее изученные и изучаемые до сих пор материалы такого типа ВИСМУ-2-3, ВИСМУ-2-3 и так далее, которые являются слоистым материалом. Материалы состоят из пятислойных блоков, разделенных между собой ваннормальственными промежутками. Вот эти слойные блоки, связь внутри являются химической, то есть очень сильной. Плонов-плоновское взаимодействие, плюс аминокрессионное взаимодействие. И слабые взаимодействия между блоками. Взаимодействие поляризационного типа, вандервальцевого типа. И чем эти, почему они привлекли такое внимание, и почему там возникает в первую очередь такое хорошее чисткое топологическое состояние на поверхности? Это потому, что в этих, и их легко наблюдать, как теоретически видно, и получать достаточно легко. И экспериментально. Они ничем не загрязняются, сразу фотоэмиссии, если материал достаточно хорош в качестве, они сразу появляются в видны. Связано это с тем, что поверхность малоактивна, почти неактивна. Обычно поверхность материала, если вы возьмете кремль, германий, бирель, алюминий, никель, такие, у которых вы формируете поверхность, появляются свои поверхностные состояния, которые являются химическими. Потому что поверхность, и у них поверхность активна, в химическом смысле. В этих материалах. Потому что все у них забыто в отдельных блоках, вся семейная в отдельных блоках. На поверхности у них химического ничего не появляется. Далее. Здесь показаны, скажем, тройные материалы. Вы видите, вот конус, изумительный комуса, фантастика. И смотрите, какие щели. Щель порядка, ну, 350 ммб, это, в общем-то, для спинтроники, для электроники. Полятость, это просто ради. Сравнение, ну, хорошо, мы знаем также другой объект, другой материал, про всем, которым тоже появляется ираковский конус, появляется вот в этих точках. Не в центре зоны брюляна, двумя зоны брюляна, а в уголовых точках К и К-штрих. Казалось бы, ну, вот еще один материал. А в чем разница между вот этими конусами в графине и конусами, которые у нас с топологическим изолятором? Окей, здесь вот сравнение, можно увидеть сравнение. Что в графине происходит и в топологическом изоляторе? В каждой точке К, выбираем К, фиксируем точку в конусе, что происходит в графине? В каждой точке К там сидят два электрона. Спин вверх, вниз, все. Или, если хотите так, один так, спин в другой так, спин в одной и той же точке К. В топологическом изоляторе, только один электрон. То есть каждое состояние в дираковском конусе является спин панализованным. Фиксированный К, точку К и энергию, получает из-за спин панализованность спаяни. Окей, по поводу спиноорбиты. Окей, нет спиноорбиты. Дираковский конус в графине получается благодаря химии. Исключительно благодаря химии. Специфическому формированию связей, виду атомами в графине. Как только вы включаете спиноорбитальное взаимодействие, вот этот конус в графине моментально рассчитается. Спиноорбита рассчитает этот конус. Окей, рассчитывание абсолютно мизерное. Но оно, тем не менее, с точки зрения физики, там формируется щель. В топозоляторах все наоборот. Нет спиноорбиты, у вас обычный полупроводник. Щель, достаточно большая щель. Включаетесь в энергию, у вас сразу же появляется конус. То есть абсолютно разные вещи. Когда мы сразу же, несмотря на внешнее сходство, здесь все абсолютно по физическим признакам, все абсолютно другое. Одно из, так сказать, один из эффектов патологических изоляторов. Это вот работа, которую мы делали. Политамон экспериментатор, это в Калабрии в университете человек работал. И они измеряли плазмон, профессионал по плазмонам, экспериментатор. Они измеряли плазмоны на поверхности Весмута 2,3. Вот они обнаружили вот такую вещь, вот дисперсию, два плазмона. Они обнаружили вот эти ромбики, это экспериментальные данные. Когда мы провели расчеты, то обнаружили следующее. Вот эти красные, желтые, все эти вещи, это теоретические вещи. А оказывается, что, почему, что и что здесь происходит. Поскольку у нас топологический изолятор, в данном случае Весмута 2,3, это система, в которой есть объемные состояния и поверхностные состояния. Поверхностный конус, то объем, любопытная вещь, на первый взгляд, здесь что-то вроде нонсенса, в том смысле, что все-таки Весмут 2,3, это полупроводник. Но когда его химики выращивают, то реально они его выращивают в металлической фазе. В том смысле, что да, у него есть щель, но уронферн у него проходит через зону проводимости, по зоне проводимости, благодаря возникающим некоторым дефектам. В результате он у них является относительно слабым металлом, потому что уронферн проходит выше запрещенные щели по зоне проводимости. В результате у них то, что они получают, два плазмона. Один плазмон, это поверхностный плазмон, потому что система металлическая сама по себе, потому что уронферн проходит по зоне проводимости. И другой плазмон, это плазмон двумерной системы. Это плазмон, который генерируется собственным топологическим состоянием. Это двумерная система, он локализуется абсолютно и на 100%, почти на 100%, буквально в этом метислонике. То есть мы с вами и когда проводили расчеты, то и показали, что это да, это вот поверхностный плазмон, а это плазмон, который соответствует просто умерной системе. И плазмон, дисперсия которого пропорциональна корню квадратному из волнового вектора, когда волновой вектор стремится к нулю. Далее, специально, скажем так, конструированные системы топологических изоляторов. И здесь действительно огромный простор существует для того, чтобы выращивать или создавать системы, которые не в природе, не химики, не в состоянии произвести. Например, вот есть система бисмутового йода, вот такого рода система. Эта система состоит опять из слоев, каждый слой, три атомных слоя в свою очередь. И эта система не имеет инверсии. Это не топологический изолятор, но из-за того, что это система слоистая, вот ее спектр. Спина орбита, вот расщепление объемного состояния, не занятая зонопроводимость, расщепление материалов. Но любопытна такая вещь. Когда фотомиссии измеряют электронный спектр, и когда смотрят кристаллическую структуру выращенных материалов, то они часто сталкиваются с тем, что видят не такое вот чередование, которое не дает инверсию, а вот такое чередование, когда каждый последующий слой перевернут. При этом система становится симметричной, в смысле появляется инверсия. И если мы создаем такую систему, если мы создаем такую систему, то, окей, это вот то, что здесь показано, как сама система весьма толуя, не инверсия, в которой нет инверсии. Здесь появляется состояние поверхностное, эксперимент, здесь все есть, огромное-огромное расщепление за счет большой спиной орбиты. Но как только мы создаем симметричную систему, мгновенно эта система становится оппозолятором. Она является трехмерным топологическим изолятором, и на поверхности такой системы вид еще порядка 150 мм, и идеальный конус появляется. То есть, иными словами, одна и та же система, но по-разному. Это просто пример того, как можно конструировать системы, которые неожиданно полностью меняются за счет всего лишь перераспределения между этими трехслойными блоками. Ничего более. Абсолютно все меняется, все катастрофически меняется. Я здесь просто покажу другую систему, Висмут вместо Йога-Хлор, и в этой системе появляется двумерное состояние, которое практически электронное, которое идеально в двумерном состоянии. Люди часто, извиняюсь за выражение, гоняются за тем, чтобы получить двумерный электронный газ или двумерную электронную систему. И вот на поверхность вот такого материала, вот такого материала, такое состояние такое мгновенно появляется. То есть оно существует почти как чисто изолированная двумерная система. Теперь перейдем к двумерным топозоляторам. Двумерные топозоляторы, вот если посмотрим, то, о чем мы говорили, это были раньше трехмерные системы, объемные материалы. Если мы теперь перейдем к толстым пленкам, то ситуация может быть достаточно простой. Если она достаточно толстая, то она вам симулирует полуограниченный кристалл, то есть кристалл с одной поверхностью. В этом ничего такого нового еще не найдете. Но если мы пойдем к тонким пленкам и к еще более тонким пленкам, то мы попытаемся отыскать предел, а когда тут появляются двумерные топологические изоляторы. То есть у нас был трехмерный, потом мы начинаем искать, а когда у нас появятся двумерные топологические изоляторы. Так вот оказывается, что из тех классических материалов, о которых я только что говорил, топологические изоляторы, наименьшая толщина, которая может появиться, это висмуте 2,5,3. Два пятислойных блока вам могут дать уже двумерные топологические изоляторы. А что происходит вот с этим материалом, о котором я говорил на предыдущих слайдах? Оказывается, два вот этих трехслойника или перевернут, или наименьшая, просто минимальная толщина вот этого материала висмуте 2,2,2 уже дает двумерные топологические изоляторы. Тоньше, я просто пока не знаю, какие системы могут давать двумерные топологические изоляторы. Это пока самая такая тонкая из реальных материалов. Дальше, в чем прелесть вот этих двумерных топологических изоляторов? она заключается в следующем, что у нас как бы на краю, если мы имеем двумерную систему, тонкую, разрезаем вертикально плоскостью эту систему, так вот на краю у нас появляется в такой системе вот такое состояние, появляется свой конус. причем ток идет в одном направлении с одним спином и в противоположном направлении с противоположным спином. Окей, то есть, мы не словами у нас с одинаковыми скоростями токи текут без приложения внешнего поля. Электроны распространяются, распространяются одни в одну сторону, другие в другую. И несут противоположные спины. Окей, если у нас ничего нет, мы не прилагаем никакого внешнего поля, это означает у нас в целом нулевой ток, зарядный ток нулевой и спинный нулевой. Они просто полностью компенсируют друг друга. Суммарно, если вы поставите некоторый, ну скажем, детектор на краю, вы будете видеть суммарный нулевой спин, нулевой ток. Однако, если вы приложите электрическую нулевость относительно слабо, вы нарушите этот баланс. в балансовом смысле, что у вас в одну сторону поставили вы некий детектор, то есть один ток с одним спином за единицу времени будет давать большее количество электронов проходящих через это, чем другое состояние. В результате вы получаете, когда в единицу времени у вас большее количество электронов с одним спином будет проходить, чем с другим спином. вы легко можете получить спиновый ток, если вы будете прикладывать некоторое внешнее электрическое поле. Далее. Вот здесь просто анализируют свою ситуацию на краю, именно на краю вот этих двумерных систем. Если вы посмотрите, я не буду конкретизировать, какие края и так далее, то вот здесь видно, запрещенные щели. у нас двумерная топологическая и двумерная система полупроводниковая, у вас есть щель в этой системе и на краю тоже есть щель, но есть, не совсем на краю самой системы, на краю появляется краевое состояние, вот оно, топологическое состояние, оно пересекает точки гамма эту щель. То есть у вас по краю действительно вы можете организовать и спину, и толп для всяких проблем. Но если вы начнете этим образом воздействовать, что это раздвинете там, сводите с собой, все исчезло, у вас появится щель. Я хочу сказать, что вот эти вещи, они очень чувствительны к деталям системы, к деталям системы, к конструкции системы и так далее. Окей, теперь о магнитох топологических загадках. В принципе, самый простой способ, для анализа магнитных топологических загадков заключается в следующем. У вас есть классическая система, немагнитная, вы туда добавляете магнитный атом. Железо, никель, кобольт, магонец, в общем, можно добавлять, как вам понравится, и попытаться организовать в такой системе магнитный порядок. Это удается, удается. Вот здесь здесь есть еще одна любопытная вещь. Можно пытаться датировать весь материал в объеме магнитными атомами, а вот просто поверхностную область. Результат будет почти тем же самым, потому что весь эффект, к которому мы хотим добиться от системы, это ввести эффект магнитного поля на топологическое состояние. А такого эффекта можно добиться допила просто поверхностной области, где и локализуется это поверхностное состояние. То есть это два в каком смысле практически эквивалентных процесса допирования всего материала и допирования поверхностной области. И вот здесь, когда мы отправили расчеты на эту тему, и было показано, что только допировали поверхностную область, и было показано, было показано, что если до первого с магнитным моментом вертикальным, то у нас появляются щели вот такого типа. Все, мы рассчитываем бонус. А это уже крайне важно для того, чтобы реализовать квантовое аномальное пол, эффект пол. Я дальше покажу, почему это важно. Если мы теперь магнитный момент горизонтальный, пытаемся формировать в поверхности области, то там могут быть два эффекта. Либо практически никакого расщепления этого конуса нет, либо смещение этого конуса из точки гамма на периферийную точку зоны бревета вдоль одного симметричного направления. Окей, я не знаю на это смысл, но если мы хотим рассмотреть морскую физику, то можно этих систем использовать вот такого рода модельные гаммеденианы. Первый гаммедениан, это гаммедениан, который описывает симметрию, электрон-берочную симметрию. Второй вклад, это спиноорбитальный вклад, так называемый Рашборгский вклад, или Бочков-Рашборг. Здесь история еще достаточно темная, кто там скажет, в общем, в целом принято назвать это Рашборгским, но я просто знаю, что в том виде, в котором для поверхностных систем вот это понятие и эта теория появилась, это статья Бочкова-Рашборг, где Бочков был первым, а Рашборг был вторым с автором, и в письмах уже в 84-х года была напечатана такая статья, также они, по-моему, тогда это называлось не Джон Физик а Джон Физикс Солнце и Физикс, что-то вроде этого, в 84-м году, и там тоже напечатана подобную статью, поэтому кто из них, чья это была идея, не знаю, это мне напоминает немножко историю с Дарвином, и то, что называется Дарвинизмом, когда-то Дарвин в молодости побывал на островах, потом возвратился обратно, и долгое время, будучи профессором, имели свой дом, свой сад, как описывал его биограф, ходил, он думал о философии жизни, об эволюции и так далее, а там тем временем на тех островах как-то после него, после как он побывал, побывал, не помню его фамилию, пока не суть этого, побывал другой человек, который приехал, побыл там сколько, я не знаю, сколько недель, может быть, месяц, может быть, два, написал тут же статью, послал его в журнал, но к его несчастью, это дикая, чудовищная несправедливость, когда статья вошла до журнала, до редактора, но когда человек возвращался обратно, корабль у них попал в шторм и затонул, человек погиб, утонул. кто произошел с этой статьей, которую он послал, редактор, он приходит к Дарвину, вот здесь, как к рецензиям, а, не приходит послал Дарвину, Дарвину, будучи милопорядочным человеком, попросил его встретиться, редактор приехал к Дарвину домой, вот они там ходили по саду, где биограф писал, что Дарвину прототал там целую тартинку в размышлениях за долгие годы над эволюцией, и так далее. Дарвину сказал, что он там был, рассказал и так далее, и Дарвину сказал, а что делать, что делать. Окей, тогда редактор не столь суммешнося, ну это еще называют, принял Соломаново решение, я не знаю, Соломаново или, принял следующее решение, давайте напишем, опубликуем эти две статьи рядом, вашу статью есть следом в этом же моменте статью вот этого парня, который погиб. Ну опубликовали, а в эмоции представьте, те, кто занимаются наукой и интенсивно в какой-то области, и долгое время, если вы не можете решить проблему, любая подсказка вам скажет, как и что делать, и вы мгновенно решили проблему, и потом будете удовольствовать, да, это так. Я знаю это по себе, не в смысле, что я у кого-то что-то обограл, а даже просто есть, он на гид-гид-гид-гид-гид-гид-гид, приезжал к нам куда, в Дейксунг, и вот он как-то меня спрашивает, он не занимается совсем тем, чем я занимался, занимаюсь, и какое-то время, много лет назад, лет 15, 18 назад, это было, у меня была одна проблема, которую я никак не мог решить, я бы, естественно, решил, но просто с большими усилиями, затратил больше времени, он меня начал спрашивать, что я делаю, как, меня немножко удивило, потому что он занимается несколько другими вещами, что он меня об этом спрашивает, окей, я начал рассказывать, что я делаю, как, и тут до меня дошло, к идее решения проблемы, моей проблемы, все, на следующий день все было решено, то есть те, кто занимается исследованием, они легко могут понять, как Дарвин мог обработать эту информацию, и чтобы решить, наконец-то, свою проблему, поэтому такие вещи, в общем-то, вполне, так сказать, могут случаться, я имею в виду, по-прежнему, быческого рада, у меня нет никаких доказательств, есть некие вопросы, ну, окей, вот этот слагаемый, это не что иное, конус, это не что иное, как вот этот слагаемый, который появился в работе «Бачков-Рарфа», оно описывает вот этот конус, ну, и дальше есть еще слагаемый, которое связано с так называемым «воркингом», это когда у вас не просто, как бы это сказать, не просто кольцо, когда вы режете этот конус, у вас не просто на среде появляется кольцо, а вот такая фигура, которая, я не знаю, Саша, не знаю, как это можно сказать. Гофрировка. 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 Да. Гофрировка. Гофрировка. И вот следующее слогаемое, которое как раз соответствует взаимодействие вот этих изолированных магнитных моментов, когда мы до первого материала, с электронами конусу, где сигма это как раз описывает электроны конуса, S описывает у вас магнитный момент атома, 3D атома, G это описывает у вас силу взаимодействия между ними, но N это концентрация. Теперь смотрите, это один из способов скальпать. самый первый способ введения магнитного порядка, который может приходить в долгую. Теперь, какие способы, чего мы добиваемся, какие способы существуют. Что мы добиваемся, когда мы пытаемся ввести магнитный порядок в токологических системах. И какие способы для этого существуют. окей, дапирование объема или поверхностного области с помощью 3D материала. Я чуть дальше покажу слабость этого метода. В чем его силу, в чем его слабость. И потом мы сравним все эти вещи. Эффект, наведенный магнитный эффект, наведенная магнитизация в поверхностной области топоизолятора, так называемый внешний эффект. И третье, это магнитное экстеншн, расширение, что-то в этом роде, в области топологического изолятора. Первое, давайте посмотрим, что нам допинг дает. Первое, мы не можем сделать большой, в принципе, можем сделать большой допинг, но если вы его сделаете большим, то вся история потеряет смысл. В том смысле, что большой допинг вам разрушит этот материал не механически, а нарушит, изменит его природу. Он просто исчезнет, как топологический изолятор. В общем, толку от этого не будет. Это будет уже другая совершенно система. Второе, когда вы вводите допинг, то у вас, естественно, в реальных ситуациях, у вас неоднородное распределение вот этих атомов идет по образцу. Чему будет приводить это неоднородное распределение? А вот почему. В одном месте у вас будет много примесных атомов, в другом – мало, в третьем – почти нет. А на самом деле, когда мы говорим о системе и о квантомономальном поле, мы должны смотреть на то, что происходит потом на краю, как я говорил, на краю пленки. А чтобы смотреть, что происходит на краю пленки, мы должны проектировать электронный спектр нашей системы на одномерную зону бриллиона. А в эту проекцию будут давать все щели вклад. И щель, которая должна появляться там, она определяется. минимально запрещенной магнитной щели. А если у вас в какой-то области нет магнитного порядка, нет магнитного момента, это означает, что у вас нет щели там, там есть конус, щели не будет. И в проекцию у вас щель не попадет ни в коем случае. Есть еще один очень важный момент, я покажу, который также против этого работает. Это вот то, о чем я говорил. Вот у вас могут быть магнитные щели там, и 50 МВ от середины там, или 10 МВ. В проекцию у вас пойдет минимальная щель, когда вы будете проектировать на одномерную зону бриллиона, минимальная щель. И это не очень хорошо, потому что реализация квантового аномального холла тогда будет ограничена очень низкими температурами. Почему очень низкими температурами? Если у вас очень маленький щель, вы начинаете поднимать температуру, у вас будет размываться или кровная сталь, и замываться щель. То есть это эффект вот сам по себе такой. Я покажу еще, что там будет. Теперь некоторые японские группы оказались достаточно смышленными, и решили сделать ситуацию, реализовать ситуацию по-другому, более целенаправленно сделать. Что они сделали? Они взяли вместо того, чтобы объемно допировать материал, они стали допировать, например, второй пятислой, сверху продапировали. И второй, вот эта пленка, это здесь субстрат. И второй слой снизу. Таким образом, им удалось добиться, вот если вы посмотрите, окей, вот объемный материал, видите? Вот здесь квантованный пол, в очень маленькой области вот эта полочка квантованная, вот этот черный цвет символ, это соответственно, вот это в монолитной области 3, это вот эта трехблоковая система, пенда, это вот эти блоковые системы, эти слойные системы. И, в общем, здесь с учетом даже вот этих изощрений удается повысить температуру от, скажем, 30 мили Кельмена. Ну, примерно одного супермаксимума 2 Кельмена. Окей, с точки зрения физики, когда мы обсуждаем физические основы этого дела, физику этого дела, это замечательно. Ну, с точки зрения хоть каких-то приложений, ну, окей, об этом здесь не приходится говорить. Теперь, то, что называют наведенной магнитной, наведенной на магничность. Другая группа людей, в частности, одна из американских групп, которые очень активно работают в этой области, они делали эксперименты, магнит, селена, здесь мы 2, селена 3 наносили. Окей, и при этом, так сказать, публиковали Science Nature, масса восторгов была, какую температуру, они как получают сильную магничность, это так здорово, вот так вот в аномального пола. Окей, когда селены мы анонсировали теоретически, то не все так просто. Что любопытно, и вот здесь один из важных элементов, или аспектов для, скажем, для экспериментальных таких работ. Когда мы создаем вот эту систему, к примеру, вот эту систему, то очень важно знать, а что же происходит в реальности на границе, на интерфейсе вот с этими системами. действительно ли там идеальная система или нет? Действительно идеальная граница или нет? Если мы смотрим там, как рассматриваем, как там идеальная граница, без дефектов, без всяких крутых искажений, без всяких добавок на границе, то теоретически мы получаем следующее. Действительно мы получаем конус щелей. Вот, есть эти две системы, мы с Дуннелом и Зуннелом, и выстраиваем общую зону, общую электронную структуру для этих систем. Вот она. Да, появляется на интерфейсе, действительно, дирактический конус. Но, при этом запрещенная щель появляется очень маленькая. Всего лишь там порядка 9 мм. Это одно. Пока это не самое главное. Но, что очень важно, здесь появляется вот эта запрещенная щель. и все. Делает все. Но, что важно, здесь появляется мощное интерфейсовое состояние. Видите? За счет стимарбин здесь две ветви, здесь тоже две ветви. И, помня, что, когда мы переходим к одномерной зоне бриллиана, то есть к ребру нашей системы, то мы проектируем туда все вот эти электронные стены на ту зону бриллиана одномерную. И вот эти состояния интерфейсовое, они убивают все. У вас на одномерном краю вашей системы не появится никакой щели абсолютно. Поэтому никакого квантового тока, то есть тока, который был бы бездиссимационным, то есть не терял энергии, никакого вы никогда не получите, потому что у вас там будет металлическая система. Поэтому все эти лохи и вздохи, они были, так сказать, в общем, для пропаганды. То есть я хочу сказать, что если мы хотим что-то из экспериментов, где сейчас приходят работы, например, на лицензию, когда, например, китайские люди, они вот такого рода системы, когда создают интерфейсы и там проводят транспортные измерения, и на основе этого делают крутые выводы, их спрашивают, а вы проверяли, что у вас там на границе происходит? Почему это? То есть никаких, ни структурных измерений не делается. А это меня может вообще еще изменить, полностью все изменить. Опс, опс, секунду. Опс. Ага. Вот здесь просто показано. Вот видите, топ состояния само уходит из первого петислоника, когда мы вот контакт делаем, уходит сюда, вглубь топ-материала. А вот интерфейс свои сильнее встанет, оно начинает занимать вот эту область. Все. Мы для квантового аномального пола потеряем все. Окей. Теперь дальше. Так называемое магнитное расширение. В чем оно состоит? Действительно, такого рода системы можно делать. То есть ко всему надо подходить с умом. Вот в каком смысле. Мы можем действительно иметь контакт двух материалов. Нормального патологического изолятора и магнитной системы. Например, достаточно тонкой фермогнитной системы. Но, опять можно подходить с умом селективно. То есть не каждая магнитная система может дать положительный результат для того, чтобы реализовывать квантового монотол, например. Так вот. Вот в этой работе, в этой работе, в этой работе опубликовали результаты для магнита. Так. Так. Это была система марганец, скажем так. Висму 2,3. Это как субстрат, как опологический изолятор. И на нем была выложена система. Один малый ферромагнитный семислонник. Марганец, Висму 2,4. Что такое магнитная proximity, то есть наведенный магнитет, как раньше, когда я показал, марганец селен на Висму 2,1. Там вот этот вот сцены существует само по себе здесь, в топазоляторе. А туда почти ничего не заходит. В магнитный материал. То есть, иными словами, магнитного эффекта практически нет. А вот в этой системе, о которой я сказал, марганец Висму 2,4 на Висму 2,3, вот этот топологический сцены запрыгивает с очень, так сказать, на очень большую величину, запрыгивает в этот магнитный, ферромагнитный семислонник. И как раз оно попадает на магнитные атомы, марганца. И они начинают, мгновенно расщепляют топологический сцены. В результате мы получаем систему, которую, действительно, можно использовать для квантового атомного фолла. И, то есть, иными словами, действительно, можно сооружать вот такого рода конструкции, но при этом нужно смотреть, насколько магнитная система, которую мы сверху накладываем на топологический сцены, насколько она по своим характеристикам близка к субстрату. Для того, чтобы избежать формирования сильного интерфейсового потенциала. Потому что, если мы соединим две разнородные системы, между ними возникает мощный интерфейсовый потенциал, который убивает все. А вот такого, если мы объединим родственные материалы, то топологическое сцены воспринимает этот магнитный семислонник, как свою систему, и спокойно распространяет свой магнитный материал. И все, рыбу поймали, теперь можно жарить, готовить обед. Вот здесь в этой работе было, скажем, проиллюстрировано то, о чем я говорил, когда соединяются не совсем родственные вещи и родственные вещи. Например, Chrome U3 – это слоистый термогнетик, скажем, три оттопы слоя включают на Vsmu2-Sylen3. Окей? Да, мы получаем маленькую щель, девятнадцатую систему V, вот она здесь. А теперь мы смотрим на другую щель. Хром Vsmu2-Sylen4 на том же материале Vsmu2-Sylen3. Видите? Эта система очень похожа на подложку. Вот я покажу здесь структуру, кристаллическую структуру. Chrome U3, OU3, вот он. Он кладется на Vsmu2-Sylen3. И у нас есть Chrome Vsmu2-Sylen4-Sylen3, кладется на Vsmu2-Sylen3. Понятно, что здесь щели в поверхностной области, но щели уже не 19 мл, а 90 мл. Это абсолютно другая ситуация. То есть, если подходить разумно к тому, чтобы формировать контакты топологического изолятора и магнитных систем, то нужно вот эти контакты над ними надо думать по физике. Не просто вот взяли два материала там, сложили вместе и, о, замечательно. Нет, далеко не всегда такое бывает. Ну и вот здесь уже объясняются причины, что происходит. Марганес Vsmu2-Sylen4 на Vsmu2-Sylen3. Это теоретические расчеты. Вот другая система, когда протекали магнитный момент. щель появляется, все как надо. Экспериментально такая вещь была подтвердена в работе, которую мы опубликовали в «Нанабетес», когда Марганес Vsmu2-Sylen4 был выращен на Vsmu2-Sylen3. И теоретические экспериментально. Причем здесь была любопытная ситуация. Экспериментально Торо Хирохара делал эти вещи. Они решили следовать, я помню, я показывал, марганес Vsmu2-Sylen4. То, что люди пытались там сделать. Торо Хирохара тоже решил выложить вот такую же тонкую пленку, марганес Vsmu2-Sylen4. Один без слоя, два без слоя, а если мы 2-Sylen3. И когда люди такие вещи делают, они пытаются использовать дифракцию медленных электронов, для того, чтобы охарактеризовать эту систему. А в дифракции медленных электронов есть так называемый R-фактор. Это когда Джон Петри ввел этот R-фактор, оптимизация которого вам позволяет говорить правильно, потому что вы моделируете еще измерение, а еще вы начинаете моделировать. И результаты модели сопоставляются экспериментом. И там вот этот фактор вылезает, и вы оптимизируете так свою модель, чтобы минимизировать величину R-фактора. Если этот фактор в порядке 1-10, может быть даже 2-10, то это очень хорошо, вы фактически правильно определили структуру, исходя из этих экспериментов по дифракции медленных электронов. Так вот они получали, симулируя это, я закончу еще несколько минут, они получали эти вещи, R-фактора порядка 0,4. И когда мы им показали, что вот расчеты, если мы когда выясняем полную энергию, показывали, что когда бислоя марганцелена во внутрь пятислонника мы посадим, то тогда полная энергия такой системы гораздо ниже, чем если этот бислоя наверху располагается. И когда он пересчитал с помощью R-фактора, пересчитал с помощью модели R-фактора, он получил сразу в 2-3 раза меньше величины R-фактора. Все. И тогда быстро сделали работу и опубликали. Теперь, так, секунду. Это то, что касается вот энтеромагнитного топ-изолятора марганцелема 2.4, который будет опубликован, работа будет опубликована, знаете, как я говорил, в начале 19 декабря. Это некоторые эксперименты, скажем, электровосприимчивости. Это электросопротивление, которое характеризует критическую температуру, магнитную критическую температуру или даяльскую температуру. Потом здесь есть вот некоторые тонкие пленки этих топ-изоляторов. Это марганцелем 2.4, потому что там возникает раз антиферомагнетик межслоевой, внутри каждого блока это феромагнетизм, а не двумерный феромагнетик. Как двумерный блок, двумерный феромагнетик. И зато трёхмерная структура антиферомагнитная, то есть антиферомагнитный порядок до направления Z. То есть у вас комбинация в этом материале двумерного феромагнетизма и трёхмерного антиферомагнетизма. Окей, берете всего лишь один блок изучает, это вот чистый ферромагнетик. Два блока, это вот чистый антиферромагнетик, скомпенсированный антиферромагнетик. Три блока антиферромагнетик, но не скомпенсированный. То есть магнитный момент в целом не равен нулю. И здесь ряд своих специфических характеристик появляется. Ну и заключение, в общем, заключение простое. То есть можно из анализа вот разных подходов к формированию магнитных топологических изоляторов, как их получают, из каких ингредиентов, можно заключить, что на сегодня наиболее многообещающие в плане магнитно-критической температуры, в плане стабильности по образцу, наиболее эффективным способом является так называемое магнитное продолжение или расширение магнитного продолжения. То есть там, где нам не нужен эффект вот этого всякого ближнего порядка, который проявляется в результате адаптирования, и не играет роль, плохую роль интерфейсовая область, как в случае магнитного, так сказать, наведенного порядка. Ну и, ну, в общем, здесь дальше на самом деле пока, пока известна только вот эта структура, вот эта система Марганис Вейсмон-2, ТЛО-4, которая фантастически активно публикуется вот в эти губана. В этом году море работ китайцев, как американских, так и китайцев появляется, просто тут сумасшедший дом. И люди активно сейчас ищут другие магнитные системы. Ну, я могу понять, как и китайцы, у них очень много выделяется денег на науку. И, естественно, когда, скажем так, им нужно отчитываться за проекты, поэтому они, в общем, бал, работа у них идет. И, окей, я бы сказал, в этом смысле я бы, если бы, скажем, передо мной, или я бы, скажем, был бы, у меня был бы разговор, скажем, с министром образования и так далее, или с премьер-министром, или с президентом, то я бы сказал, следуя хорошо известной истине, я бы им сказал, ребята, если мы не финансируем свою науку, не вкладываем в свою науку, или вкладываем мало в свою науку, то мы будем кормить чужую науку, и чужую индустрию, и чужую промышленность. Поэтому надо вкладывать в свою науку. В Китае вкладывают море денег в свою науку, и, окей. И это не это правильно. Только развитие, если нас придется, все технологии, а технологии, связанные с наукой, все технологии, тащить оттуда, и все, что производится с помощью новых технологий, можно тащить, покупать. Это будет гораздо дороже. У меня все, спасибо. Спасибо большое. Я прошу вопросы о людей, которые... Можно? Сейчас. Простите, правильно я понял, что к настоящему моменту нет надежных экспериментальных наблюдений, в которых бы наблюдалось самое поверхностное распространение тока без потерь, ну или практически сверхпроводимость на поверхности топологических изоляторов. Есть, 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 но эти системы обладают, этот эффект реализуется при крайне низких температурах. Основная задача, и этот эффект является системой, в которой дапирование реализуется. Это достаточно надежная вещь, сами по себе, и самое главное, что при крайне низких температурах на уровне одного кельвина, на уровне одного кельвина. Как раз почему много китайских работ появляется в архиве, там десятки просто. Вот по поводу этой системы, о которой я говорю, магнитность, есть лу-2, лу-4, потому что там критическая температура магнитная уже сама по себе 25 кельвина. Сейчас мы смотрим теоретически разные системы, но, скажем так, и мы видим, что там могут быть температуры, критические температуры порядка 70-80 кельвинов. Но это теоретически, хотя в свою очередь я могу сказать, что и теоретически вот для этой системы, о которой я говорю, магнитность, есть лу-2, лу-4, теоретически мы также получаем 24-25 кельвина, как и в эксперименте. То есть я хочу сказать, что другие наши предсказания, они не будут грубо отличаться от тех, которые, если экспериментальные системы будут созданы, о которых мы предсказаны, то наши теоретические предсказания по критической температуре также едва ли будут заметно отличаться от будущих экстрементарных критических температур. У меня такой довольно простой вопрос. Когда Вы говорите о размерности трехмерной и двумерной, как я понимаю, если мы говорим о трехмерной, то, как представляете, металлическая, поверхность у нас получается двумерной, правильно? Да, конечно. Теперь если говорить о двумерной поверхности, вот они затрехнутые кристаллы, слоистые, это обе поверхности, вот высокой симметрии, низкой симметрии или только одна из симметрии? Я понимаю, что такое более высокое и более низкое, но теперь... Слоистые креста имеются на мостах какого-то высокого порядка симметрии, правильно? Ну, скажем, то... Да, вот так. Какая поверхность является металлической или только плоскость вот этого слоя, высокой симметрии? Ну, строго говоря, строго говоря, если мы имеем трехмерную систему и мы имеем в виду топологический изолятор, то этот эффект должен наблюдаться и на этой поверхности, и на этой поверхности. При условии, что на этой поверхности у нас не будет возникать химических, антихимических поверхностных стамей. Топ-состояние также появится, но электронная структура будет, может быть, загрязнена наличием вот этого еще и поверхностного состояния. Это я имею в виду объема. Теперь следующий вопрос. Если мы теперь кладем вот этот топ-изолятор на подлежку, так? Да. То сохраняется ли на интерфейсе вот это металлическое состояние? Так, давайте, если мы кладем, например, на полупроводник или на изолятор, ну, на изолятор, то есть не на металл, то оно сохраняется, оно может быть модифицировано, это безусловно, потому что будет возникать интерфейс, он все равно будет, хотим или не хотим, какой-то интерфейс и потенциал будет формироваться. И этот интерфейс и потенциал будет модифицировать, будет модифицировать это топологическое поверхностное состояние, безусловно. Но само состояние, хотя и в видоизмененной форме, оно сохранится, потому что его существование диктуется объемом, а при таком контакте вы объем не затрагиваете. Ну и последний вопрос. Если говорить, в принципе, существуют и внутренние границы, скажем, дислокация, у вас просто сорвется такого состояния, может ли там появиться такое же состояние? На внутренней границе, скажем, дислокация, у вас одномерный объект, маловероятно, маловероятно. Дело в том, что вам нужно формировать, вам нужна запрещенная щель. Запрещенная щель, которая разделяет занятые и незанятые состояния. Может появиться свое состояние, связанное с дислокацией, ну, скажем, в валентной области, может появиться где-то в зоне проводимости, такое тоже может быть. Но никакого специфического топологического состояния там не возникнет. Спасибо. Здесь просто очень важно. Оно возникает потому, что по физике дела, это топологическое состояние должно, как бы это сказать, соединять валентную зону и зону проводимости, сохранить непрерывность на поверхности между валентной зоной и зоной проводимости на границе двух средств. Прошу. Значит, можно сказать продолжение еще вопроса. Вот вы говорили о поиске новых систем, новых направлений. Есть ли среди этих направлений более смертничные кристаллы протицинговой обманки или они считаются дисперспективными всего, например, более слабого спинопритального взаимодействия? Так, 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 так. Ну, давайте так посмотрим. Я бы, если скажем, этот вопрос разделил на два аспекта. Если у нас, в принципе, это все равно, какая система, Синклабанк или еще какая-то другая структура, для того, чтобы нам получить топологический порядок, важно, чтобы у нас была достаточно большая спинорбита, и чтобы эта спинорбита могла инвергировать щель. Если у вас, несмотря на то, что система находится в структуре Синклабанки, если у вас элементы являются тяжелыми и щель небольшая, то, в принципе, это возможно. Почему нет запретов? Формального абсолютно никакого нет. Спасибо большое. Очень интересная лекция была. Мне обвышено понимание пару вопросов. Я вопрос. Значит, каким образом тупой заняток, то есть вы получаете теоретически сначала это предсказывать, какие-то свойства, и на эксперименте это все потом как-то пытаются сделать экспериментатор, то есть какие системы создать, чтобы проверить? Окей. Скажем, в моем частном случае, в моем частном случае, большая часть из того, что в течение вот этого, скажем, десятилетия, основные мысли приходили из теории. Вот я хочу сказать, что это не есть некий догман, с одной стороны, это не есть некий диктат, это не есть некая идеология, кто вот теоретики там, когда-то предсказывал того-то экспериментатора, там чуть не второго голоса, да нет, абсолютно нет. Дело в том, что обычно экспериментально это все очень сложно сделать, если нет никакой пока наводящей идеи. Теория здесь нужна для того, чтобы показать, какие подходы, возможны перспективы. Стоит ли там искать экспериментальные или нет? Потому что это гораздо дороже как по реализации, так и по времени обходится, если, скажем, стартовать только чисто с экспериментальных таких позиций, имея какие-то там идеи и так далее. Можно достаточно легко пролететь, затратив огромное количество труда. Поэтому в каком-то смысле, с точки зрения экономичности, проще иметь уже какие-то теоретические подсказки. Ну, в этом смысле. Но люди находят иногда и эксперименты о нам. Ну и второй вопрос тогда. Касается, вот показывали регионы, такой зарядка, да, и слоевой, получается, японцы. Каким образом они допировали именно конкретные слои? Маликану человеку так скажет. То есть, это на массе формирования, они же сами? Они, я не скажу, но вот я могу, я это называю а-ля хирохару, это схему формирования или роста. Каким образом хирохара, например, есть два способа получения вот такого рода схемы. Марганец, висмо 2, сален 4, ссен, висмо 2, сален 3. Что делал Широхар? Он, скажем, брал какой-то полупроводник, такой крем, или там, еще кто-то, и все, пока лазил. Пятислонник за пятислонником мог наращивать висмо 2, сален 3. Окей, вырастил, например, в 6 пятислонников или в 8 пятислонников висмо 2, сален 3. А потом берет и одновременно, и одновременно начинает запускать атомную магницию висмо 3, салена в соответствующую пропорцию. И у него строится вот этот, сален 2, двумерный ферромагнетик. Останавливается процедура. А дальше можно смотреть. Вы можете опять продолжать, только висмо 3, сален, пускать, чтобы выстроить кислоник. Или, если вам хочется, еще один семислоник, запустить висмо в населенный марганец в соответствующих пропорциях. Другая схема была использована, скажем, как минимум, двумя группами, антихамериканская группа, другая группа, по-моему, в Австрии. В Австрии. Они делали следующее. Они брали все 3 атома, закладывали в пуску, мы измерили золотые, то есть закладывали в меня один метр и загнали все 3 вместе, все 3 атома. Ну, подбирали какие-то скорости и так далее. У них вырастала система, действительно, петушилоники висмо 2,2,3 и семислонники марганец висмо 2,2,4. Никакого порядка строгого, как в детстве, такого не было. Все это было хротически. Два петушилоника, хротисимый слоник, три петушилоника, хротисимый слоник. То есть это был в таком смысле хаос. То есть в принципе, и вот такую схему использовали, поэтому японцы. То есть они вырастили на грех, они там будут фосфор. Так, фосфор и генгитин, он фасилоник, я не помню, и генгитин, и генгитин, и генгитин, и генгитин, и генгитин. Они использовали как воношу, вот это не выращивание, где стоит, вырастили. А потом начинали три ингредиента, марганец, запускать, чтобы быстро и другой. Так, это был, так, что-то, не могу, что-то было. Хром, или еще что-то. Чтобы было, вырастили еще один петушилоник, с премесячными. А потом быстро, опять, простой петушилоник, плюс 20 лет 3. То есть они уныслили, и на выращивали блок за блок. И таким образом, это им удалось. Вот они подняли температуру, где-то, наверное, на целую температуру реализации подзора марганского. День младенцев. Я хочу на вопрос, какой еще здесь. Вот, с точки зрения, реальных практических выложений. Где уже что-то используется, где конструктивы, какие-то произновения у нас в этом. Ну, конструктивы, конструктивы на самом деле здесь могут быть действительно, если вы в состоянии такие вещи делать, то вы действительно можете реализовывать здесь дистриционные тонкие. Конструктивы, как это народ, скажем так, говорит и пишет, это означает, что вы можете создавать, комбинировать со сверхпроводимостью, кто вы можете использовать эти вещи для квантовых компьютеров и для антологических, например, сверхпроводимостью, для создания спинного толка, для создания спинного толка. То есть, там много приложений, я не экспериментатор, но если серьезно добраться, то там действительно, я думаю, что много можно выубить абсолютно новых приложений, которых не было раньше, и которые действительно позволяют с малыми заплатами энергии в общем-то реализовывать девайсы, приборы, системы. Спасибо. Я хочу креющим заключительное слово сказать, что у нас клиника уже, Евгений Владимирович, после нашей встречи нормально, не уменьшенных таков, отличая предложения, я вас попрошу несколькими отнести к тем людям, которые подойдут и хотят получить десерт от вашего доклада о том, что мы вам ученые помнят. Сейчас спасибо вам большое. Спасибо. 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 Игорь Михайлович, сотрудничество. Сотрудничество. Не стесняйтесь сотрудничеству. Это принесет большую пользу всем. И вам самим в первую очередь. В детстве вы будете сотрудничать. сотрудничество. Я надеюсь, что вы это и не делали. Не сидите, но только в своем комиссии. Это уже не бывает. Я знаю таких людей, мне жалко, что они так делают. Они могут развиваться гораздо более эффективно. Сотрудничество с одними другими проектами. Ищите сотрудничество. Вы будете развиваться. Это гарантия. Спасибо.